В этом мини-курсе мы научимся самым основам работы с программой. Научимся работать с простыми формами, с цветом и даже немного с текстом. И в итоге создадим иллюстрацию, которая сейчас у вас перед глазами. Adobe Illustrator это программа для работы с векторной графикой. Что такое векторная графика и чем она точно отличается от растро, мы разберем подробнее в суперкурсе Adobe Illustrator. Пока что я вкратце скажу, что векторная графика по сути это масштабируемая графика. Поэтому сферы ее применения очень часто связаны с печатью прежде всего. К примеру, вот этот проект, связанный с этикетками линейки для косметики, я делала полностью в Adobe Illustrator. Начиная от логотипа и заканчивая разверткой полностью этикеток для печати, которые потом передавались в типографию. Еще одна очень известная сфера применения Adobe Illustrator, которые, конечно же, мы встречаем ежедневно. Но также различные элементы фирменного стиля, к примеру, фирменные пакеты или брендирование стены целого офиса, которые также можно разработать в Adobe Illustrator и подготовить к печати. Помимо графики для печати, в Adobe Illustrator также можно работать с графикой для веб-дизайна. В последнее время все популярнее формат SVG – векторной масштабируемой графики. Этот формат очень мало весит и его удобно использовать для адаптивных сайтов, которые можно просматривать не только на десктопе, но и на различных устройствах, такие как мобильные и планшеты. Эта графика рисуется в Illustrator. Теперь, когда мы вкратце познакомились с возможностями до открытия в Illustrator, давайте перейдем непосредственно к программе, который показывает, во-первых, последние открытые файлы. Конечно же, если вы открыли программу впервые, то здесь будет пусто. И, во-вторых, возможность создать новый файл или открыть. Сейчас нас интересует возможность создать новый файл. Это можно сделать, кликнув на кнопку Create New или нажав на клавиши Command N, если вы работаете на Mac, или Ctrl N, если вы работаете на Windows. Я нажму на кнопку. Итак, у нас открылось окно с настройками нового файла. Мы можем вбить эти настройки вручную, используя правый столбик, и вручную написать ширину, высоту, ориентацию и другие настройки, которые нам нужны. Или мы можем использовать шаблоны, которые нам предлагает Illustrator по умолчанию. Сейчас нам нужен новый файл, ориентированный прежде всего на веб. Так как иконку, которую мы создаем, мы будем создавать прежде всего для публикации веб. Допустим, для социальных сетей или для публикации на сайте, где угодно. Поэтому я выберу вкладку Web и посмотрю, что предлагает Illustrator. Illustrator по умолчанию предлагает 4 базовых шаблона, которые уже используют самые популярные сейчас разрешения экрана. Я выберу шаблон 1280 на 1024. Это шаблон, который подойдет для экранов некоторых ноутбуков. И далее я подправлю настройки, так как мне необходимо. К примеру, я хочу, чтобы мой холст был абсолютно квадратным. Поэтому ширину и высоту я исправлю. Укажу 1024 в ширине и 1024 в высоте. Обратите внимание, что справа у нас единицы измерения указаны в пикселах. Это особенность именно шаблона для веб. В зависимости от назначения, файлы настройки будут меняться. К примеру, самые сложные настройки, пожалуй, для печати. Но о них мы поговорим отдельно, когда будем непосредственно что-то создавать для печати. Сейчас пока что мы можем еще задать название файла. И я напишу Imagination. И нажать кнопку Create. Создался новый файл, который уже назван Imagination, как мы написали, и с теми параметрами, которые нам необходимы. Прежде чем начать что-то рисовать, давайте поговорим немножко об интерфейсе иллюстратора и разберемся, что где примерно расположено. Первое, что необходимо знать об интерфейсе Doop Illustrator, это то, что ваш новый файл состоит из двух важных плоскостей. Первая – это рабочая область. Она у нас темно-серая. Вторая – это монтажная область, а также она называется Artboard. Она у нас белая. Располагать объекты и рисовать вы можете в обеих областях. Но разница их заключается в том, что при сохранении файла вы можете указать специальный чекбокс, который позволяет вам выводить на сохранение только то, что находится внутри монтажной области. На практике это означает, что в рабочей области, в темно-серой, чаще всего располагают те файлы, которые вам нужны в процессе работы, но не нужны при сохранении. Допустим, это какие-то эскизы, референсы, примеры цветов. Внутри монтажной области располагают саму иллюстрацию, которую хотят в будущем сохранить. Монтажная область может быть как одна, так может быть их и несколько. В процессе работы вы можете создавать новые монтажные области или изменять настройки уже существующих. Пока что нам достаточно одной. Второй важный момент, который вам нужно сразу узнать, это масштабирование. Если вы обратите внимание на проценты, которые находятся рядом с названием файла, слева вверху, то сейчас вы увидите, что наш холст показывается в масштабе 98,43%. Масштаб проще всего изменять при помощи тачпада, если вы работаете на ноутбуке, или при помощи колесика мыши, если вы работаете с мышкой. Таким образом вы можете уменьшать или увеличивать холст, также двигать его по горизонтали, по вертикали, как позволяет ваше устройство управления. Сами панели управления мы рассмотрим уже в процессе всего мини-курса, отрисовывая иллюстрацию. Но я вкратце расскажу, что слева у нас находится панель инструментов. Здесь расположены все возможности по рисованию и созданию объектов. Справа расположена панель палитр. Она используется в основном для настройки уже созданных объектов. Сверху расположена панель управления конкретным инструментом, его более детальные настройки. И самое главное меню расположено в самом верху, рядом с логотипом иллюстратора. Сейчас при создании нового файла у нас автоматически открылась панель Airboards. Я ее сверну, чтобы она нам не мешала, потому что главная задача текущего урока – это поместить на рабочую область наши референсы, которые помогут при отрисовке иллюстрации, и поместить на саму монтажную область на Artboard эскиз иллюстрации, по которому мы будем работать. Есть много способов в Adobe Illustrator сделать одно и то же действие. К примеру, для того, чтобы открыть файл и поместить его на рабочую область, я могу вспомнить сразу четыре способа. Но пока что я покажу самый очевидный. При помощи меню файла, расположенного сверху, я нажму кнопку Open и, соответственно, открою какой-либо файл, расположенный на рабочем столе. При помощи проводника я могу выбрать расположение файла, выделить файл Reference 1 и открыть его. Файл, который я открываю при помощи подобной функции, подобного способа, открывается в новой вкладке, как отдельный файл. У нас остается вкладка с нашим изображением Imagination и соседняя вкладка – это тот файл, который мы открыли. Теперь нам нужно переместить файл в первую вкладку и поместить его на первую рабочую область. Я могу это сделать, к примеру, скопировав текущий файл, нажав клавиши Command-C или Ctrl-C, если вы на Windows, и, перейдя в соседнюю вкладку, нажать Ctrl-V или Command-V. Мой файл поместился на монтажную область. Когда вы копируете какой-либо файл, на самом деле он вставляется в центр той области, которая у вас открыта. Даже не в монтажной области, а в центр рабочей области. Но вы всегда можете переместить вставленный файл. Делается это точно так же средствами системы, то есть вы просто перетаскиваете его в другое место. В то же самое время на вкладке Reference 1 файл остается, и я могу его закрыть, чтобы он мне не мешал. Теперь мне нужно поместить еще три референса, и это я сделаю при помощи другого способа. Следующий способ, к примеру, это открыть проводник и в нем найти нужный VM-файл, допустим Reference 2. Вы можете его просто-напросто перетащить на рабочую область. При этом файл сразу вставляется в файл вашей иллюстрации без дополнительных вкладок. Минус этого способа в том, что он работает не на всех системах. К примеру, если у вас старая Windows, то она не позволит сделать это. Поэтому будьте внимательны, возможно, этот способ у вас не сработает, используйте другой. Также я могу при открытии файла выбрать сразу несколько, допустим Reference 3 и Reference 4. Я выберу одновременно и открою их. При этом у меня откроются две вкладки, из которых я точно так же, как ранее, буду копировать и вставлять файлы, и перетаскивать их в нужные места, а потом закрывать вкладки. Готово! Четыре файла помещены. Мне осталось только поместить эскиз иллюстрации, по которому я буду рисовать. Добавить эскиз будет немного сложнее, так как когда я перемещу эскиз на монтажную область, я вижу, что он намного больше, так как по сути это скан, и мне необходимо его уменьшить, подогнать под монтажную область. Сделать это очень просто, благодаря иллюстратору. Если вы наведете курсор на угол картинки, вы увидите иконку масштабирования, и зажав клавишу мыши, вы можете уменьшать или увеличивать масштаб. Если при этом вы еще и зажмете клавишу Shift, то сохраните правильные пропорции исходного эскиза. По сути, готово! Все файлы добавлены, все готово к началу работы. Пожалуй, именно с этого мы начнем. И первая панель, которую рассмотрим, это панель Floating Palit. Она находится справа. По умолчанию она скрыта, но нажав на стрелку Expand Panels, я смогу ее раскрыть. Иллюстратор предлагает нам базовый набор палитр, который вы со временем научитесь настраивать. Сейчас нам нужно не так много палитр, поэтому я обойдусь базовым набором, и единственное, что я поменяю, это выделю ту панель, которая мне сейчас необходима. Это панель Layers. Ее я могу просмотреть здесь, нажав на вкладку Layers. Но также, чтобы мне было удобно просматривать слои, я могу скрыть обратно панель Palitr, сейчас нам пока она не понадобится целиком, и нажать на иконку Layers, которую я также вижу справа. Палитры VDO Пиллюстратора обычно предназначены для того, чтобы настраивать уже существующие объекты. К примеру, настроить их градиент или настроить кисти. Сейчас мы работаем с палитрой Layers, которая в принципе показывает нам все помещенные на рабочую область объекты. Слои создаются автоматически. Когда мы создали рабочую область и монтажную область на ней, автоматически создался слой Layer 1, в который автоматически поместились все объекты, которые мы копировали и добавляли на эту рабочую область. Поэтому сейчас, если я раскрою Layer 1, то увижу все пять объектов, помещенных на монтажную и рабочую область, в том числе наш эскиз и четыре референса. В отличие от Photoshop, если вы когда-нибудь с ним работали, слои по сути являются не единым объектом, а именно папкой, в которую вложены те объекты, которые вы рисуете, создаете или копируете. Поэтому внутри слоя может находиться сколько угодно объектов, и в том числе внутри слоя может находиться еще один слой. Работа со слоями имеет огромное значение, когда вы работаете со сложными объектами. Сейчас на самом деле она не настолько важна, и вы можете работать хоть на одном слое. Но когда у вас есть сложнейшая иллюстрация из сотни объектов, группировать их по разным слоям просто необходимо, потому что иначе вы в ней запутаетесь. Пока что я покажу минимальные возможности работы со слоями, которые могут помочь конкретно в нашей иллюстрации. К примеру, сейчас я уже планирую начать отрисовывать простые фигуры. Допустим, создать прямоугольники в основании дома, крыши и другие прямоугольные объекты на иллюстрации. Но если я навожу курсор на эскиз, то вижу, что я могу его свободно перемещать. И, соответственно, мне будет неудобно отрисовывать поверх него, я в любой момент его могу случайно передвинуть. Поэтому идеальным вариантом для меня будет заблокировать эскиз, сделать так, чтобы он не перемещался и оставался всегда на дальнем плане. До тех пор, пока я не отрисую все простые фигуры, и он мне будет уже не нужен. Для того, чтобы заблокировать объект, достаточно нажать на пустую область слева от названия файла. Toggle Lock называется эту область. Нажимая на нее, мы получаем иконку замка. Это означает, что слой заблокирован, и теперь я не могу его передвинуть или каким-либо образом изменить. Мне очень удобно блокировать один объект, потому что если я сверну слой, то я не смогу увидеть, какой объект у меня заблокирован, какой нет. Сейчас это не критично, но если внутри слоя у вас сотни объектов, то найти нужные объекты, разблокировать его довольно сложно. Поэтому обычно я предпочитаю блокировать не один объект, а целый слой. В таком случае все объекты, помещенные на этот слой, будут нередактируемые. Об этом мне говорит иконка, которую вы сейчас видите на экране. И, соответственно, если мне нужно разблокировать эти слои и объекты внутри, то я просто нажимаю на эту же самую иконку. Обычно на отдельных слоях я храню все референсы, которые мне не нужно редактировать, и также эскиз, как в данном случае. Еще одна полезная функция слоев – это их название. Иногда бывает очень важно переименовать базовые названия слоев, особенно в том случае, если вы работаете с фирменным стилем, и вы уверены, что с вашими файлами будут работать другие дизайнеры. Им необходимо будет быстро сориентироваться в структуре слоев. Для того, чтобы переименовать слой, я дважды кликну на его заголовок, и теперь могу писать название. Обычно я использую англоязычные названия, просто потому, что иногда кириллицы бывают несовместимы с некоторыми системами, и вы можете получить неверную кодировку. Англоязычные названия гарантируют вам то, что название слоев не изменится на любом компьютере. И последняя полезная функция слоев, которую мы изучим – это видимость. Мы обращаем внимание на иконку глаза сразу, как только открываем палитру слои. Эта иконка позволяет нам выключать или включать обратно видимость отдельных объектов и целых слоев. Видимость бывает полезна тогда, когда вам, к примеру, нужно скрыть эскиз и посмотреть, как выглядит ваша отрисованная иллюстрация. Или вам нужно посмотреть, что это за объект, вы его просто скрываете и понимаете, что вот этот верхний объект, который называется Image, это первый референс, который здесь есть. Сейчас я заблокирую слой Sketch и создам новый слой, на котором я буду рисовать, потому что сейчас я не могу рисовать на заблокированном слое. Новый слой можно создать при помощи иконки Create New Layer внизу палитры слоев. К слову, удалить слой или объект, который расположен внутри, можно при помощи иконки Delete Selection, которая расположена рядом. Сейчас я переименую новый слой и назову его Rectangles, так как на нем мы будем создавать наши первые простые фигуры, которые будут прямоугольниками. Для начала я увеличу масштаб. В целом, если вы обратите внимание, вся наша иллюстрация состоит из простых фигур. Здесь есть прямоугольники, круги, прямоугольники с рулеными углами, треугольники. Все это именно простые объекты, которые можно создать минимальными способами в Adobe Illustrator. Мы начнем с прямоугольников, которые мы видим на крыльце и фундаменте дома. Для создания объектов используется еще одна панель управления. Называется она Toolbar и расположена слева. По умолчанию выглядит она вот так. И здесь мы можем уже найти инструмент Rectangle Tool. Напротив инструмента Rectangle Tool мы видим клавишу M. Это означает, что при помощи клавиатуры можно вызвать этот инструмент, даже не используя панель инструментов. Сейчас я пока что нажму на прямоугольник, выберу этот инструмент. Нарисовать прямоугольник довольно просто. Вам нужно просто поставить курсор в то место, где вы хотите, чтобы начинался ваш прямоугольник, зажать клавишу мыши и растягивать готовый объект. Когда вы уверены, что прямоугольник вам нравится, то просто отпускайте клавишу мыши. Обратите внимание, что когда вы рисуете прямоугольник, то справа вы видите его высоту и ширину. Сейчас у нас холст в пикселах, поэтому и высоту, и ширину мы видим также в пикселах. Иногда эти измерения бывают полезны, если вам хочется создать прямоугольник идеальных размеров. Допустим, 120 пикселей на 15 пикселей. Когда вы рисуете прямоугольник, его цвет и обводка будут такими, как последние фигуры, которые вы рисовали. Если вы рисуете в первый раз, то обычно это белый цвет и либо отсутствие обводки, либо черная обводка, как у меня. Но нарисуем еще несколько объектов. Обратите внимание, что если я наведу курсор на определенное место иллюстрации, иллюстратор рисует мне розовые направляющие. Они помогают мне выровнять объекты друг относительно друга. К примеру, два прямоугольника по вершине одного из них. При этом я буду ориентироваться на размеры, которые пишутся справа, и также создам прямоугольник шириной 15 пикселей. Допустим, что следующим шагом я хочу создать еще один прямоугольник. Мне важно начать его именно из этого угла. К сожалению, я этого сделать не могу, так как по сути сейчас объект выделен, и чтобы поставить курсор и его угол, мне нужно снять это выделение. Для того, чтобы это сделать, воспользуемся инструментом перемещения. Быстрая клавиша V на клавиатуре. Selection Tool. Этот инструмент был выбран с самого начала, как только мы открыли иллюстратор. Сейчас он нам поможет, потому что при помощи него можно выделять любой объект или снимать выделение с объектов всех, нажав клавишей мыши в сторону. Теперь, выбрав инструмент прямоугольник, я могу спокойно вести его из того угла, который мне необходим. Нарисую еще несколько оставшихся объектов таким же образом. И расскажу про еще одну очень полезную горячую клавишу. На самом деле, это одна из самых полезных горячих клавиш, которые вы будете использовать чаще всего. Это клавиши Ctrl или Command Z, которые позволяют нам отменить действие. К примеру, если сейчас я нажму Command Z, то последний прямоугольник пропадет. И я смогу нарисовать его заново, если вдруг ошиблась в размерах. Мне осталось дорисовать буквально еще один прямоугольник. И я буду считать, что на этом пока что достаточно. Все прямоугольники у нас нарисованы, остальные будем доделывать уже чуть-чуть позже. Последняя горячая клавиша, о которой я сегодня расскажу, это клавиша Command S или Ctrl S. Она позволяет быстро сохранить ваш файл, если для него уже указан путь и название. Нажимая на нее, я вижу, что звездочка из названия пропадает. Это значит, что мой файл сохранился. На этом уроке мы научимся работать с двумя очень важными параметрами. С обводкой и заливкой. Если вы обратите внимание на Reference, то увидите, к примеру, что конек крыши – это прямоугольник. Примерно такой же, как мы рисовали. Но при этом он обладает заливкой коричневого цвета и обводкой, примерно темно-серого цвета. На самом деле, любой объект, созданный в Adobe Illustrator, может обладать этими двумя параметрами. К примеру, это может быть не прямоугольник, а текст. Практически любой объект. Заливку и обводку можно задать при помощи двух панелей. Первая панель – это ту, которую мы уже изучили, панель инструментов. И здесь вы видите два прямоугольника. Первый из них полностью залитый белым цветом, сейчас отвечает за заливку. А тот, который залит черным цветом и имеет отверстие посередине, отвечает за обводку. И вторая панель, в которой вы можете найти эти параметры – это контроль панела, о которой мы еще не говорили. Контроль панел находится вот здесь, наверху, под самым главным меню. Эта панель обычно отвечает за настройки конкретного выбранного инструмента. Сейчас, к примеру, если я выберу прямоугольник, то в контроль панел отобразятся все настройки, которые связаны именно с этим объектом, в том числе его цвет и обводка. Перед тем, как менять цвет объекта, очень важно его выделить. Если вы его не выделите и попытаетесь изменить цвет, то цвет в палитре изменится, а цвет самого объекта нет. Поэтому сначала я выделю наш объект, отвечающий за фундамент, и попытаюсь изменить его цвет. Сделаем это сначала при помощи панели инструментов. Я два раза кликну на Fill – заливку. У нас появилась палитра, которая называется Color Picker. Эта палитра похожа на стандартный цветовой круг, который вы наверняка видели. Но единственное, что эта палитра выражена не в форме круга, а в форме двух шкал. Первая шкала находится слева, выражена в форме квадрата и отвечает на насыщенность цвета. Если первым у нас выбран красный, по умолчанию это обычно так, то мы видим, что его насыщенность меняется от абсолютно белого до розового и до абсолютно красного. Если посмотреть на эту шкалу, можно увидеть, что внизу находится точка черного. Здесь и здесь. И одна точка белого, наверху слева. Меняя положение самого круга, мы можем менять цвет. Допустим, если я хочу цвет сделать более насыщенным, я, соответственно, сдвигаю цветовой круг вправо. Если я хочу сделать цвет более темным, близким к черному цвету, я сдвигаю курсор вниз. Вертикальная шкала справа отвечает за цветность. Здесь мы можем выбрать непосредственно сам цвет. При этом он начинается с красного и заканчивается красным цветом. Но красный этот может быть разным. Если нам нужен оранжевый, мы сдвигаем примерно сюда курсор. Если нам нужен более розовый цвет, то мы сдвигаем его сюда. Соответственно, первое, что мы обычно делаем, это выбираем именно положение самого цвета, наблюдая, как слева меняется шкала насыщенности, а потом выбираем уже насыщенность цвета. К примеру, если я выбрала вот такой светло-зеленый цвет, я могу после этого воспользоваться и шкалой цветности и сдвинуть его ближе, допустим, к синему цвету, получив такую же насыщенность, но другой оттенок. Прямоугольник справа, в котором обозначены два цвета, помогает сравнить текущий цвет объекта и цвет, который мы выбрали. Текущий цвет белый, тот, который мы выбрали сейчас синий. Справа находятся также численные обозначения выбранного цвета в различных цветовых палитрах. Допустим, палитра CMYK, RGB или шестнадцатиричная палитра для веб. Здесь можно подсмотреть какие-то значения, если, к примеру, они нужны вам для печати или для оформления фирменного стиля. И также здесь можно поменять общий вид палитры, если вдруг данный вид вас не устраивает, нажав на соседние буквы. Если вы выберете другую палитру, не забудьте, что палитра по умолчанию это та, что находится под буквой H. Первая палитра. Теперь я выберу цвет, который больше соответствует нашему фундаменту, что-то ближе к оранжевому цвету, может быть даже вот такому. И нажму ОК, когда цвет выбран. Объект изменил свой цвет, и теперь в палитре мы видим более коричневый цвет. На самом деле цвета это промежуточные, я обычно стараюсь сначала отрисовать все простые объекты, задавая им произвольные цвета, и только потом уже работать с цветом, когда понятна общая картина. Поэтому давайте пока что зададим этому объекту еще и обводку. По умолчанию обводка у вас может быть скрыта. В этом случае в палитре вы видите вот такой символ, который означает, что обводки нет. Вы также можете ее исключить. Я сейчас это сделаю, чтобы показать, как это выглядит. Если обводка у вас включена, и вы видите вот такой символ в панели инструментов и в Control Panel, вы можете ее включить, используя меню, которое позволяет нам включить образцы, то есть нажав на эту стрелку. По умолчанию здесь расположены образцы, которые иллюстратор нам предоставляет. Это самые простые наборы цветов, но в будущем мы сможем сюда добавлять и свои наборы цветов. В том числе здесь есть, к примеру, черный цвет, который я выберу по умолчанию, чтобы просто включить обводку и отрегулировать ее ширину. Ширина обводки также расположена в Control Panel правее. Сейчас она обозначена как один пункт. Мы можем ее увеличить, нажимая на стрелку вверх. К примеру, поставить 4 пункта. Обводка изменяется по целым величинам. Размерности любых единиц вы на самом деле можете изменять. К примеру, поставить вместо пункта в пиксели или миллиметры, в зависимости от конкретной работы. Но это вы можете сделать уже в настройках самого иллюстратора, и подробнее как с ними работать мы разберем в суперкурсе Adobe Illustrator. Пока что будем считать, что пунктов нам достаточно. Сделаем эту обводку темно-серой. Цвет обводки меняется точно так же, как цвет самого прямоугольника. Кликните два раза на цвет и выберите его в палитре. К примеру, я выберу не совсем темно-серый цвет. Я могла бы это сделать, передвинув просто курсор вверх по левому краю, в любого цвета. Я его сделаю слегка синим. Для этого я выберу в шкале цветности синий цвет и передвину серый немножко правее. Тогда он приобретет оттенок синего цвета, который будет хорошо сочетаться с теплым оранжевым. Нажму Enter или OK. Оставлю эти два базовых цвета обводки и заливки как нужные нам цвета по умолчанию. Теперь мне нужно покрасить все остальные прямоугольники в точно такие же цвета. Конечно, я могу это делать вручную, крася каждый прямоугольник, но это займет очень много времени. В Adobe Illustrator есть просто замечательный инструмент, который позволяет делать все буквально два клика. Называется этот инструмент Eyedropper Tool или, проще говоря, пипетка. Вызывается он быстрой клавишей I на клавиатуре. Этот инструмент позволяет захватывать цвета, цвет обводки и основной цвет. Если сейчас я нажму на какой-либо белый прямоугольник, я вижу, как цвета в панели инструментов изменились. Но этого нам недостаточно. Нам нужно перекрасить все белые прямоугольники в цвета, которые мы подобрали. Сначала выберу инструмент перемещения и выделю все объекты, которые нам необходимо перекрасить. Простыми свойствами системы, как вы выделяете файлы на рабочем столе. Затем выделю пипетку и нажму на тот объект, с которого я хочу скопировать цвета. Пипетка автоматически забирает и цвет обводки, и основной цвет. И даже забегая немножко дальше, скажу, что она также копирует и свойства. К примеру, форматирование текста, которые вы задавали. Теперь, когда мы разобрались с цветами, давайте перейдем дальше к рисованию простых объектов. Сейчас мне хочется нарисовать окно. По сути, это тоже прямоугольник, но я покажу дополнительные средства, которыми можно создавать идеально отцентрованный и ровный объект. Если вы наведете курсор на примерно центр прямоугольника, вы сможете найти точку, на которой иллюстратор напишет центр. Собственно, это и будет центр прямоугольника. Зачем он нам нужен? Для того, чтобы нарисуя прямоугольник из этой точки, мы могли зажать клавишу Alt. В этом случае прямоугольник будет рисоваться не из точки, а из центра. Это позволит создать идеально отцентрованный объект и не мучиться с его масштабированием. Осталось дорисовать детали окна при помощи нового инструмента. Этот инструмент называется Line Segment Tool. Мы можем найти его рядом с прямоугольником. Инструмент позволяет нам рисовать ровные линии. В общем-то, он больше ничего не умеет. Но это бывает очень полезно. Если сейчас мне нужно нарисовать ровную линию, я поступлю точно так же, как с прямоугольником. Буду ее растягивать. Но есть одна деталь, которая позволяет нам нарисовать идеально ровную линию. Если вы не хотите нарисовать ее случайно слегка кривой, зажмите клавишу Shift. И это позволит нам рисовать либо идеальную горизонтальную вертикальную линию, либо линию под 45 градусов. Если вы немножко поверните курсор, вы увидите наклон. Сейчас нам нужна ровная вертикальная линия. Готово. Теперь допустим, что мне нужно переместить эту линию на 1 пиксель вправо. Я выберу инструмент перемещения, выберу линию и нажму один раз стрелку на клавиатуре вправо. Это очень удобный инструмент выравнивания в иллюстраторе. Также помимо простой стрелки клавиатуры, вы можете еще и зажать одновременно Shift. При этом будет объект смещаться на 10 пикселей. Вправо, если я нажимаю стрелку вправо, влево, вверх или вниз. Без разницы. Но это очень удобно, когда вам нужно, к примеру, чтобы ваша линия отступала ровно на 10 пикселов от края. Зажимаете Shift, нажимаете стрелку вправо и вот она сместилась на 10 пикселов. Дорисуем еще несколько линий. Эту линию я все-таки поставлю по центру. И дорисую еще пару горизонтальных. Пока что я их выравниваю на глаз. Теперь следующим этапом я хочу перекрасить окно. Это мы делать уже умеем, но посмотрим, как это сделать при помощи палитры образцы. Я выберу цвет, близкий к синему. Допустим, вот этот цвет, который есть у нас по умолчанию. И так как он мне немножко не нравится, я выберу уже дальше его на панели инструментов. И здесь я буду исправлять. Таким образом вы можете использовать стандартные образцы, чтобы просто ускорить время работы со шкалой цветности. Либо можете в будущем добавлять свои цвета, которые вам понравятся. Мне осталось только дорисовать линии на крыльце. Следующим этапом я уже буду рисовать крышу здания. По сути это такой же прямоугольник, но его необходимо будет повернуть. Вы уже умеете масштабировать объекты. Это мы делали на примере эскиза в самом первом уроке. Но помимо объектов, которые вы добавляете, растровых объектов, можно также масштабировать любые векторные объекты, которые вы рисуете. К примеру, если я сейчас нарисую прямоугольник, примерно соответствующий размерам крыши, то выбирая инструмент перемещения, я могу этот самый прямоугольник повернуть. Масштабировать я его могу при помощи вот таких иконок, которые появляются, если навести на угол или на конкретную точку. Если я буду растягивать фигуру таким образом, она будет увеличиваться по высоте. Если я буду тянуть ее за угол, то она будет увеличиваться и по высоте, и по ширине. При этом я могу зажать клавишу shift, и она будет масштабироваться пропорционально. Но если я отведу курсор немного в сторону, то иконка изменится, и она изменится на иконку поворота. Теперь, зажимая клавишу мыши, я могу крутить объект на определенный градус, который также указывается вверху. Сейчас я, к примеру, повернула объект на 30 градусов. Объект потерял у меня заливку. Теперь я могу ее вернуть, опять использовав пипетку и выбрав тот цвет, который мне нужен. Все простые объекты, связанные с прямоугольниками, отрисованы. В следующем уроке я буду рисовать уже другие виды простых объектов. Допустим, прямоугольники со скругленными углами. Посмотрим, как выглядят те объекты, которые мы нарисовали. Сейчас в слое rectangles появилось множество объектов, в том числе несколько линий и остальные прямоугольники. Каждый этот объект мы можем выделить и увидеть, где он расположен. Допустим, вот это слой с окном. Его выделение обозначается как красный квадрат справа. На самом деле расположение объектов можно менять, и когда у вас объекты обладают заливкой и обводкой, их расположение достаточно важно, так как они перекрывают друг друга. И сейчас, если у вас случайное расположение объектов не такое, как вы планировали, то ничего страшного, вы всегда это сможете поменять в процессе. Нам необходимо было поменять расположение объектов внутри слоя rectangles. Сделать это можно при помощи Selection Tool. Для наглядности я переименую слои. Слой, который я хочу поместить в самый низ, я назову 1. И слои, под которыми я хочу его поместить, я назову 2 и 3. То есть, по сути, это перила и боковые балки. Я хочу, чтобы боковые балки перекрывали перила. Теперь слой 1 я просто-напросто перетащу под слои 2 и 3, так, чтобы они были выше. Таким образом, объекты 2 и 3 перекрывают объект 1. То же самое можно сделать с любым объектом, в том числе с линией, менять их порядками. И даже сами слои можно менять порядками. Если под слоем ретангла, допустим, нужно будет нарисовать что-то еще. Самый главный инструмент, который мы будем изучать в этом уроке, это прямоугольник со скругленными углами. По сути, весь водопад состоит из таких прямоугольников разного размера. Давайте создадим новый слой, на котором будет расположен водопад. Я его так и назову. Водопад. Слой с прямоугольниками я заблокирую, чтобы случайно не рисовать на нем и чтобы он не мешался. Теперь я выберу инструмент прямоугольник со скругленными углами. Этот инструмент находится внутри инструмента Rectangle Tool. Если вы обратите внимание на иконки на панели инструментов, то увидите, что у многих из них есть иконка стрелки справа. Это означает, что внутри данного инструмента есть подобные ему инструменты. Для того, чтобы их увидеть, достаточно кликать на левую клавишу мыши по Rectangle Tool. У нас откроется список дополнительных инструментов. Сейчас нас интересует второй, Rounded Rectangle Tool. Выберу его. Принцип работы с этим объектом никак не отличается от прямоугольника. Я точно так же выбираю точку, точно так же растягиваю сам объект. И единственная разница с прямоугольником – это, собственно, сами скругленные углы, которыми можно управлять еще в процессе создания объекта. До того, как я отпустила клавишу мыши, я могу управлять углами при помощи клавиатуры. Нажимая стрелки влево, для того, чтобы вообще убрать углы. Нажимая стрелку вправо, для того, чтобы скруглить их максимально. И используя стрелки вверх и вниз, чтобы управлять уже деталями. Стрелку вниз, чтобы уменьшать понемножку углы, удерживая ее. И стрелку вверх, чтобы увеличивать диаметр углов. Сейчас, создавая объект, мне нужны максимально круглые углы, поэтому я использую стрелку вправо и создам свой первый объект. Последующий объект я не буду рисовать заново, чтобы сохранить одинаковую ширину. Поэтому я просто выберу инструмент перемещения, выделю текущий объект и скопирую его. Копировать мы уже умеем самым простым способом – это Ctrl-C и Ctrl-V. По сути, это копирование не очень удобно, когда речь идет про параллельные объекты. И мы попробуем еще один способ позднее. Пока что мы можем повернуть этот объект, используя тоже известный нам инструмент поворот, но попробуем при этом зажать клавишу Shift. Когда мы зажимаем клавишу Shift, объект поворачивается либо на 45 градусов, либо на 90 градусов. Таким образом, у меня получился вертикальный объект, ширина которого абсолютно равна высоте горизонтального. Теперь я его перемещу на то место, где он должен быть, и покажу еще один способ копирования. Второй способ копирования используется намного чаще, и он, в принципе, намного удобнее. Зажмите клавишу Alt, при этом объект должен быть выделен, и нажмите стрелку на клавиатуре один раз, допустим, стрелку влево. Объект копируется, дублирует сам себя и смещается на один пиксел влево. Теперь я могу его перемещать уже намного левее, допустим, вот сюда, и я получаю два дублирующих друг друга объекта. Если при дублировании я одновременно зажму Alt и Shift, а затем нажму стрелку влево, то объект сместится не на один пиксель, а на 10 пикселов. Иногда это бывает удобнее. Теперь я его выровняю. Также, если я одновременно буду удерживать при дублировании Alt, Shift и нажимать стрелку не один раз, а несколько, то каждый раз мой объект будет дублироваться со смещением на 10 пикселей, и потом не останется только их выровнять друг относительно друга. Это очень удобный способ, если вам нужно создать несколько одинаковых объектов и расположить их, допустим, в ряд, как сейчас. Далее, когда у меня созданы все объекты, я буду их уже масштабировать, потому что, по сути, у нас водопад разной длины, и мне нужны объекты разной длины. Обратите внимание, что при масштабировании размер углов скруглений на конце, они сохраняются, и вы можете за ними не следить. Когда объекты готовы, осталось продублировать их еще несколько раз, чтобы создать маленькие прямоугольники с углами, которые, в общем-то, составляют всю структуру водопада. Их я также буду дублировать. Но для начала покажу еще один способ взаимодействия с порядком слоев при помощи горячих клавиш. К примеру, сейчас вот этот слой, который образует поверхность озера, я хочу поместить выше. Это я могу сделать при помощи контекстного меню, нажав левой клавишей мыши, вызвав контекстное меню и выбрав пункт Arrange, то есть порядок. Нажимая Bring to Front, я перемещаю объект на самый передний план в слое, и он автоматически помещается наверху. То же самое действие перемещения слоя на самый верх или на самый низ я могу сделать при помощи горячих клавиш. Это клавиши Shift, Command и твердый знак, если я хочу поместить слой наверх, и Shift, Command и буква Х русская, если я хочу поместить слой вниз. Сейчас я нажимаю Shift, Command, Х и Shift, Command, твердый знак, и слой перемещается с самого верха на самый низ. Если мне нужно переместить слой на одну позицию, а не на самый верх или самый низ, то я нажимаю просто Command, Х, перемещаю его вниз на одну позицию, или Command, твердый знак, и перемещаю его вверх на одну позицию. Это бывает очень удобно, на самом деле чаще я пользуюсь этими горячими клавишами, чем напрямую перетаскиваю объекты внутри слоя. И если вы пользователь Windows, просто заменяете клавишу Command на клавишу Control, и горячие клавиши остаются точно такими же. Перед тем, как продублировать все объекты, я их перекрашу в более подходящий цвет, возьму пока что цвет с окна при помощи пипетки. Теперь я буду создавать много различных объектов, ориентируясь на эскиз. Чтобы увидеть эскиз, который у меня сейчас скрыт под основной иллюстрацией, я могу всегда скрыть, к примеру, водопад и увидеть, как выглядит эскиз. Или переместить слой с эскизом наверх и делать то же самое действие. Остальной процесс отрисовки водопада я уже покажу в ускоренной съемке, чтобы не повторять одно и то же. А пока что расскажу что-нибудь о том, как иллюстрации рисуются на практике. Сейчас я рисую иллюстрацию на основе очень подробного эскиза. И я очень советую вам делать именно так в начале, когда иллюстратор будет использоваться вами только для отрисовки уже заранее подготовленных форм. Со временем вы научитесь рисовать сразу в иллюстраторе, но тем не менее, чем сложнее иллюстрация, тем нужнее будет именно эскиз от руки. И удобнее работать с ним, чем сразу в программе. Водопад отрисован, вот так он выглядит, осталось его перекрасить, но это я все еще оставляю на последний этап. Пока что оставлю водопад таким, единственное, подвину еще на пиксель вот эту форму. И заблокирую этот слой. Теперь я создам еще один слой, на котором используются прямоугольники со скругленными углами, а именно облака. Создам для них также отдельный слой и назову clouds. Облака. По сути, это такие же прямоугольники, но для них я сразу выберу белый цвет и оставлю серый цвет обводки. Буду создавать точно так же объекты и дублировать их. Заметьте, что если при дублировании вы перемещаете не при помощи клавиатуры, а при помощи обычного перетаскивания, то вы можете зажать shift, и тогда объект будет смещаться по прямой, это очень удобно. К слову, вы можете дублировать не только один объект, но сразу несколько объектов, если их выделите. Сейчас я дорисую одно облако и покажу, как это выглядит на практике. Облака у нас очень похожи, и возможно будет удобно дублировать одно, а остальные просто под него немножечко изменить. Я выделяю все объекты, также зажимаю клавишу alt, и на этот раз пользуюсь не клавиатурой, а инструментом перетаскивания. То есть просто перетаскиваю всю группу в другое место. При этом объект точно так же дублируется и одновременно перетаскивается в то место, куда вам нужно. Я удаляю лишние формы при помощи клавиши delete, а остальные масштабирую под нужные мне размеры. Осталось последнее облако, для него я выделю два объекта и точно так же воспользуюсь перетаскиванием. Я вижу, что у меня какая-то лишняя форма здесь образовалась, поэтому я снова использую клавишу delete или backspace и изменяю размеры форм. Не забывайте по клавишу ctrl-z, если вы хотите что-то отменить, или command-z. Облака готово. Теперь у нас есть все прямоугольники со скругленными углами. Остался один последний, который выходит за границы экрана, но о нем я расскажу позже, так как его необходимо будет обрезать под другой объект. Это несколько сложнее. Я завершу урок на том, что нарисую самый большой объект, который здесь у нас присутствует. Это, конечно же, монитор. По сути, этот слой фоновый, он должен быть ниже всех, но выше слоя sketch. Поэтому, чтобы создать новый слой внизу, я выделю слой sketch и создам новый слой, который образуется ниже, чем rectangles и выше, чем sketch. Собственно, что мне и было нужно. Переименую этот слой как background, то есть фон. И теперь выберу инструмент прямоугольник со скругленными углами. Я сразу нарисую прямоугольник, не редактируя углы. Еще один способ редактирования углов, он работает даже после создания вашей фигуры. Для того, чтобы редактировать углы, выберите инструмент перемещения и найдите иконку круга в углу фигуры. Чтобы ее было лучше видно, я сейчас включу цвет. Вот эта иконка. Теперь зажмите клавишу мыши и потяните ее. Таким образом, вы можете регулировать радиус скругления и подгонять его под эскиз. При этом радиус действует не только на один угол, но и на все остальные. То есть они симметрично увеличиваются или уменьшаются. При создании фигуры иллюстратор автоматически отмечает центр. Вот здесь. Но если я захочу сейчас создать прямоугольник, который будет начинаться из центра фигуры, я не могу этого сделать до тех пор, пока не сниму выделение. Когда я снимаю выделение и выбираю прямоугольник, мне бывает достаточно сложно найти центр, так как у меня сейчас уже очень много объектов вокруг. И иллюстратор работает не так хорошо, как если бы у нас был один объект. Поэтому я отключу водопад, отключу ректангл и облака. И теперь я свободно могу найти центр. Зажимая Alt я рисую прямоугольник в центре. Точно так же я могу нарисовать и основание монитора. Я найду центр. Он примерно здесь. И нарисую еще один прямоугольник, который потом смещу вниз, используя перемещение и клавишу Shift. Вот оно основание монитора. Остался последний прямоугольник со скругленными углами. Его я нарисую точно так же из центра. Готово. Теперь я могу регулировать его углы при помощи инструмента перемещения и увеличить их как на эскизе. Последняя фигура, которая здесь есть, это линия. Готово. Теперь у нас есть объекты, но они обладают только обводкой. Поэтому я включу обратно все слои и покрашу монитор и прямоугольник, который заменяет его экран в разные цвета. Сейчас, конечно, снова произвольные цвета, потом мы их поменяем. Чуть посветлее. Я очень много использую пипетку. Потрясающе удобный инструмент для работы с цветом. И пока что, чтобы он мне не мешался, я монитор скрою. С ним я буду работать в самую последнюю очередь. Нам остался последний прямоугольник с скругленными углами, который необходимо отрисовать. Но этот прямоугольник выходит за границы монитора, поэтому нам сейчас его придется обрезать. Для начала я создам новый слой и нарисую на нем прямоугольник. Его углы я максимально скруглю и прямоугольник сделаю довольно большим, чтобы он соответствовал эскизу. Таким образом. Теперь я использую инструмент пипетка и сразу заберу нужную мне цвет и обводку. Потом мы сделаем его зеленым. Сейчас самая главная моя задача – это включить видимость монитора и обрезать прямоугольник под его форму, под форму экрана. Способ, который мы сейчас попробуем, связан с инструментом прямое выделение. Называется этот инструмент Direct Selection Tool и вызывается быстрой клавишей A на клавиатуре. Этот инструмент позволяет выделить не весь объект, а отдельные его точки. Если сейчас я кликну на сам объект, я увижу, что он разделен на 6 точек. Каждую из них я могу выделить, нажав на нее. И передвинуть эту точку. Попробуем передвинуть точки так, чтобы они касались границ монитора. Вот эту точку я передвину немножко левее. Для того, чтобы она смещалась прямо, я нажму клавишу Shift. И передвину ее сюда. Вот эту точку я передвину немножко выше. Единственное, следите за тем, чтобы радиус скругления не менялся. После перемещения точки, если я увеличу масштаб, я увижу, что на самом деле скругление образуется из двух точек, которые наложены друг на друга. Изначально их не видно, но когда вы начинаете двигать точки, то это вызывает определенные проблемы. Поэтому мне нужно либо удалить лишнюю точку, либо передвинуть ее. Сейчас я попробую ее удалить, сделаю это при помощи нового инструмента – удаление точки. Этот инструмент находится в группе, которая связана с Pen Tool. Сам Pen Tool, конечно же, мы изучим позже, это один из самых сложных инструментов иллюстратора. Но внутри него вы можете найти такой инструмент, как Delete Anchor Point Tool. На самом деле, чаще всего он вызывается горячей клавишей. Минус на клавиатуре – это намного удобнее, чем искать его здесь. Этот инструмент позволяет, нажав на точку, удалить ее. Теперь мы видим, что у нас действительно возникли проблемы со скруглением, которые необходимо решить. Это можно сделать при помощи прямого выделения. Просто потянуть за вот этот усик, который называется Handle, и отвечает за кривизну. Зажав клавишу мыши, я также нажму одновременно Shift, чтобы угол смещался прямо. И потяну до тех пор, пока радиус скругления меня не будет устраивать. Теперь мне осталось поработать с несколькими другими точками. На самом деле, мне нужна всего лишь одна точка, которая будет находиться вот здесь, в углу монитора. Остальные точки лишние, поэтому часть из них я удалю. Удалю в первую очередь вот эти две точки, а ту точку, которая осталась вот здесь, перемещу как раз в угол монитора при помощи Direct Selection Tool. Вот сюда. И еще одну точку я удалю с помощью инструмента удаления точки. Теперь, если я буду использовать прямое выделение и нажимать на оставшиеся точки, я увижу, что мне мешают, собственно, их handle-направляющие, которые необходимо убрать. Убрать их намного проще, чем нарисовать. Это можно сделать при помощи инструмента угол. Этот угол находится также в группе Pen Tool и называется Anchor Point Tool. Вызывается быстрой клавишей Shift плюс C. Этот инструмент удаляет все направляющие просто одним нажатием на точку. То есть, если я нажму вот на эти две точки, то мои углы станут совершенно прямыми. И также я нажму на эту точку, чтобы фигура точно соответствовала монитора. Посмотрите, что у нас получилось. Теперь фигура точно соответствует монитору. Единственное, что вот здесь остался один пиксель, который я могу легко убрать, переместив ее на пару пикселей вверх. Теперь давайте изучим еще один инструмент, связанный с простыми фигурами. Этот инструмент позволит нам отрисовать горы. Инструмент называется Многоугольник или Полигон Tool. Находится он в группе с Rectangle Tool. Инструмент позволяет нам рисовать любые многоугольники. По умолчанию это шестиугольник. Мы можем его свободно вращать, менять положение углов уже в процессе создания. Но если нам нужен другой многоугольник, к примеру треугольник, мы можем воспользоваться клавиатурой. Нажимая стрелку вниз, мы можем уменьшать количество углов. Нажимая стрелку вверх, можем увеличивать их количество. Для того, чтобы создать треугольник, я просто выберу три угла. Растяну треугольник побольше, чтобы он соответствовал самой большой горе. Зажму клавишу Shift, чтобы он был идеально прямым в его основании. Клавиша Пробел поможет мне его передвинуть в нужное мне место. И после этого уже создать. При помощи инструмента перемещения я могу трансформировать треугольник так же, как все остальные фигуры. Сделаю его немного пошире, чтобы он соответствовал эскизу. Помещу его вот сюда. Теперь мне нужно создать остальные треугольники. Это я сделаю точно так же. При помощи инструмента Polygon Tool. По умолчанию создаю треугольник с равными сторонами. А потом при помощи инструмента перемещения Selection Tool я его растягиваю. Треугольники также можно копировать. К примеру, если я не хочу создавать новый объект, я копирую треугольник, который у меня уже есть. И масштабирую его так, как мне необходимо. Помещаю на дальний план при помощи быстрых клавиш перемещения слоя. Все треугольники созданы. Точно по эскизу. Теперь мне нужно их изменить, потому что некоторые треугольники выходят за пределы монитора. Это я буду делать точно так же. При помощи инструмента Быстрое перемещение и при помощи удавления или добавления точек. Инструмент добавления точек находится точно там же, где и удаление точек. Add Anchor Point Tool или плюс на клавиатуре. Вы можете добавить точки на границе с монитором. Допустим, точку здесь и здесь. Если вы промахиваетесь мимо контура, кстати, иллюстратор вас предупреждает об этом. И одну точку оставшуюся я удалю. Теперь у меня треугольник точно соответствует границам экрана. Осталось средактировать еще два треугольника на дальнем плане. Это я сделаю так же при помощи добавления точки. Добавлю точку здесь и инструментом Прямое выделение ее перемещу. Теперь я не вижу границы основания треугольника и это уже больше похоже на дальний план. Осталось переместить слой действительно на дальний план под слой с Rectangles, так чтобы он был даже за домом, за водопадом и всеми остальными объектами. Есть еще несколько сложных объектов, которые нам предстоит отрисовать. А именно это тот объект, который является фоном самого дома, фоном, собственно, луга, скажем так, и холмов. Эти объекты также нужно трансформировать. Для начала я создам самый простой объект, а именно небо. Его я создам даже под горами. Горы предварительно заблокирую и сделаю простым прямоугольником. Следующий объект я также буду создавать из прямоугольника. Это основание дома. Его я также создам на отдельном слое. Изначально это будет вот такой прямоугольник, а дальше мы будем его изменять и трансформировать. Этот прямоугольник я сразу перекрашу, чтобы его было видно. И теперь при помощи добавления точек, удаления точек будем его менять. Единственное, я смотрю, что он должен быть расположен еще выше. Вот так. Добавлю одну точку, которая позволит мне растянуть форму вверх. И добавить крышу. В точку, которая находится справа, я также подниму. Крыша, по сути, готова. Теперь осталось вырезать крылечко. Это мы также будем делать при помощи добавления точек. Добавлю первую точку сюда. И при помощи перемещения. Оставшуюся точку я перемещу вот в этот угол. Теперь я прослежу за тем, чтобы все обводки совпадали. И где-то они не расширялись так, как не должны. И, по сути, форма готова. Ее можно перекрасить, чтобы она была более очевидна. Допустим, сделать потемнее. Теперь точно так же нам нужно трансформировать крышу. Разблокирую слой с Rectangles. И перейду к объекту, который отвечает за крышу. Его также при помощи прямого выделения я немножко изменю. И еще на один пиксель. Увеличивайте масштаб, если вам его недостаточно. На самом деле, чем крупнее масштаб холста, тем удобнее с ним работать. Поэтому эта иконка имеет размеры не 50 на 50 пикселов, а 1200 на 1200. Осталось создать еще один объект дальнего плана, который будет даже под небом. Это объект, который отвечает, собственно, за цвет луга. Это будет прямоугольник. Но прямоугольник зеленого цвета. Пока что вот такого. Здесь от него ничего больше не требуется. Но я хотела бы трансформировать вот эту гору так, чтобы она уходила далеко вниз. Я делаю это при помощи снова прямого выделения. И смещаю точку вниз. И вторую точку также смещаю вниз. Но при этом мне необходимо снова обрезать фигуру справа. Это я делаю снова при помощи добавления точек и удаления точек. Изменением порядка объектов поможет мне поместить слой с холмом на переднем плане над горами. Я его покрашу сразу в зеленый цвет, а горы в более серый, чтобы они немножко отделились друг от друга. Теперь я еще немного поменяю порядок объектов. Так, чтобы вот эта гора была под слоем с зеленым лугом на дальнем плане. И, соответственно, я создам для нее еще один новый слой. К слову, перемещать объект внутри слоя вы можете даже не раскрывая этот слой. Когда вы выделяете какой-то объект, справа появляется иконка в виде розового квадрата. Она называется Indicated Selected Art. Нажимая на нее, вы можете перемещать объект между слоями. И теперь я переместила гору на дальний план. Мне нужно переместить еще один слой с небом на еще более дальний план. Вот таким образом. Слой с лугом я чуть-чуть увеличу, чтобы он скрыл гору. И мне осталось управлять еще несколькими объектами, а именно вот этими горами их переместить еще на более дальний план. Вот сюда. Это я сделаю также, выделив два объекта и переместив сразу два объекта при помощи перетаскивания. На этом этапе мы пока что остановимся. Сейчас у меня, по сути, отрисованы все основные объекты. Осталось только пара холмов на среднем плане. По сути, я сначала всегда отрисовываю именно вот такую сырую иллюстрацию. А потом в финале начинаю уже проводить работу над деталями. Дорисовывать, к примеру, елки, которые делаются из тех же треугольников, или небольшие элементы, вроде светильника на крыльце, а также, конечно же, очень много работы с цветом и обводкой. Мы начнем с инструмента, который еще не успели разобрать. А именно с инструмента Ellipse Tool, который находится в группе с инструментами Rectangle Tool. И вызвать его можно быстрой клавишей L на клавиатуре. Эллипс позволяет нам рисовать как правильные круги, так и эллипсы с разными диаметрами. Для того, чтобы нарисовать эллипс, нужно провести те же самые действия, что и для любой простой фигуры. И, соответственно, нарисуя эллипс и зажавший их, вы получите правильный круг. Сейчас я помещу этот круг между горой и передним планом. Таким образом, чтобы эллипс закрывал гору, но при этом находился под холму. Вот здесь. Мне осталось только обрезать этот эллипс, и последний объект на иллюстрации будет готов. Я по-прежнему буду использовать добавление и удаление точек. Но на всякий случай упомяну, что, конечно же, это не единственный способ обрезать фигуру в иллюстраторе. И чаще всего я использую другой способ, когда речь касается простых фигур. Но этот способ мы уже изучим в полном курсе, в суперкурсе Adobe Illustrator, так как он несколько сложнее и задействует другие инструменты. Сейчас пока что я обрежу круг. Использую угол, чтобы убрать направляющие. И готово. Последний холм получился. Мне осталось дорисовать некоторые детали, поправить цвета, подвигать некоторые фигуры так, чтобы они давали правильное пересечение. Это я уже сделаю в ускоренной съемке и буду комментировать процесс. Для начала я создам два прямоугольника. Прямоугольник синий и белый, которые будут являться фоном и будут расположены на отдельном слое. Конечно, вы могли задать фон еще тогда, когда создавали монтажную область. Но для меня всегда намного удобнее иметь отдельный слой с фоном. Далее я буду работать уже с деталями цвета и деталями самой иллюстрации. Касательно той палитры, которую мы изучили. Конечно же, эта палитра не единственная в иллюстраторе и отнюдь не самая удобная. Я обычно пользуюсь другой палитрой, которая позволяет мне сразу увидеть цвет, который я выбираю. И также в режиме реального времени контролировать три шкалы. Ну или четыре, в зависимости от того, работаете с CMYK вы или с RGB. Эта палитра позволяет создавать очень сложные цвета. И что касается возможностей выравнивания в Adobe Illustrator. Конечно же, сейчас я использую самые базовые приемы, которые основаны на, собственно, трансформировании фигур, на правильном их копировании и на автоматических направляющих. Но, конечно же, возможности по созданию сеток в иллюстраторе намного больше, чем мы изучаем. Здесь можно строить сложные полярные сетки и простые сетки вертикального ритма, которые можно использовать, к примеру, для печатной верстки. Но эти возможности пока что нам не так нужны, особенно когда вы занимаетесь иллюстрацией, в которой самое важное это все-таки композиция. Что касается именно иллюстрации, я советую не начинать с проектирования сетки, а начинать с проектирования композиции. Так как в этом случае ваша композиция будет намного интереснее и намного живее, чем та, которая спроектирована по жесткой сетке. Обычно сетка проектируется скорее в зависимости от дизайна, а не наоборот. И, конечно же, большую часть композиции я рисую от руки, то есть создаю какие-то самые важные объекты. Но большинство деталей все-таки дорабатываю в иллюстраторе, так как здесь сразу можно увидеть и обводку, и цвета, и все другие детали, которые вам помогут. Я покажу вам еще очень популярный прием, который связан со скруглениями краев обводки. К примеру, если сейчас посмотреть вот на это треугольное окно, то угол у него довольно острый и выходит за границы нижнего окна, что не очень симпатично. Я бы хотела скруглить вообще все углы обводки, в том числе сделать даже вершину гор чуть более плавными. Это сделать на самом деле очень просто, буквально в два клика. Сейчас все объекты на иллюстрации обладают у меня одинаковым свойством, а именно обводкой одинакового цвета. Где-то она немножко разной толщины, вот здесь я уменьшила ее толщину, но тем не менее это одна и та же обводка. Соответственно, выделив все объекты вообще, и я убежусь прежде всего, что мои слайны заблокированы, иначе я не смогла бы их выделить, я увижу, что в обводке я могу сразу поменять цвет для всех объектов. Точно так же я могу поменять не только цвет, но и свойства сразу всей обводки. Для этого я нажму на stroke, который находится справа от цвета обводки. Здесь я вижу такие свойства, как cup, corner и align stroke. Нам сейчас нужно cup и corner. Эти свойства означают, что corner, если я нажму на round join, то все мои углы будут скруглены. Сейчас, если приглядеться к вершинам гор, то они уже не острые, а скруглены. Чуть попозже я увеличу масштаб. Потому что второе свойство, которое мне нужно, это round cup, скруглить концы обводки. То есть, если у нас есть какие-то линии, которыми заканчивается обводка, допустим, вот эта линия внизу, то она тоже будет скруглена на концах. Посмотрим, что получилось. Линии скруглены, как, в общем-то, и углы. Единственная проблема, что некоторая обводка стала выходить за пределы объектов. К примеру, вот эти линии на окна. То решить эту проблему очень просто. Я просто выделю те объекты, которые искажаются. Вот эти шесть объектов. И обратно у них сделаю cup иконы квадратными. Теперь у меня ничего не будет выходить за пределы объектов. Еще один способ скругления вообще любой обводки и любых углов объектов, это тот способ, который действует на любые простые фигуры. Мы пробовали скруглять углы у прямоугольников со скругленными углами, что само по себе довольно просто. Но на самом деле подобный способ можно работать и на треугольники, и на прямоугольники, и на любые объекты. Если я нажму, к примеру, на крышу, и затем на клавиатуре выберу клавишу A, английскую, то у меня появятся вот такие иконки, которые позволяют скруглить углы у любого объекта. Потянув за них, я получу скругленную крышу. При этом, конечно же, они воздействуют на оба конца объекта, поэтому мне придется немножко редактировать верх крыши. Но теперь я превратила фактически прямоугольник в прямоугольник со скругленными углами, не перерисовывая и сильно не меняя объект. Сейчас иллюстрация практически готова. Еще я обещала, что мы поработаем с текстом. Текст мы должны подписать где-нибудь внизу, допустим, вот здесь, но для этого нам не хватает места. Поэтому сейчас я выделю все объекты, кроме фона, который у меня заблокирован, и буду трансформировать иллюстрацию, сделаю ее немножко меньше. Для того, чтобы мне заново не искать центр, я зажму одновременно клавиши Alt, Shift и потяну за угол. Таким образом, иллюстрация будет трансформироваться в центр. Уменьшу я ее примерно до такого размера, может даже чуть-чуть побольше, и перемещу выше. Теперь мне нужно отрегулировать обводку. По умолчанию при трансформировании толщина обводки не меняется. Поэтому сейчас, когда иллюстрация уменьшилась, толщина обводки кажется слишком большой. И ее однозначно нужно уменьшить. Для этого я снова выделю все объекты и введу в поле, где должна быть толщина обводка 6. 6 пунктов. По сути, вот такая обводка меня уже устраивает. Единственное, я сделаю тот же шаг, что и ранее. Обводку у некоторых линий я уменьшу. А именно вот у этих линий, которые есть на крыльце, и у окна, чтобы они не так сильно выделялись. Их толщину я сделаю в 4 пункта. Теперь у меня появилось место для текста. Я создам для него прежде всего новый слой. Назову его текст. Текст рисуется при помощи инструмента Type Tool. Вызвать его можно быстро клавишей T на клавиатуре. Для того, чтобы создать текст, кликните в любое место вашей иллюстрации. Если включена английская раскладка, то вы сразу же получите рыбу текста, а именно Lorem Ipsum. Но сейчас я заменю Lorem Ipsum на другое слово. Для того, чтобы это сделать, я выделю весь текст. Как вы обычно это делаете в Word, допустим. И напишу что-нибудь еще. Допустим, Imagination. Обратите внимание, что пока у вас выделено поле с текстом, вы не можете использовать горячие клавиши. Допустим, нажать Way и переместиться к инструменту Selection Tool. Я это делаю, пытаюсь сделать довольно часто, и появляются опечатки в тексте. Старайтесь сначала снимать выделение при помощи просто клика на Selection Tool. В этом случае текст у вас будет выделен как объект, и вы сможете с ним работать дальше. Допустим, вы сможете увеличить его размер. Это можно сделать в Control Panel. И на самом деле здесь можно не только увеличить размер, он находится вот здесь справа, но также изменить начертания, расположение и некоторые другие настройки текста. Сейчас пока что я увеличу его размер, нажимая на стрелку вверх и наблюдая, как увеличивается текст. Увеличу его примерно до 70 пунктов. Следующим шагом я его отцентрую. Это можно сделать при помощи инструмента Selection Tool, так же, как вы двигаете любые другие объекты. Вот сейчас он расположен ориентировочно по центру. Следующим шагом я могу поменять начертания текста. По умолчанию начертания всегда мерят про. Этот шрифт используется иллюстратором как шрифт по умолчанию. Именно по этой причине многие работы, которые используют Melio Pro, считаются дизайнером не очень профессиональными. Просто потому, что это выдает то, что дизайнеру было лень менять шрифт. Но мы все-таки попробуем изменить начертания при помощи вот этого меню в Control Panel. Раскрыв его, я получаю список всех шрифтов, которые установлены в мою систему. У вас, если вы никогда не устанавливали шрифты, могут возникнуть проблемы на этом этапе, но связанные скорее с многообразием выбора. Так как у вас будут образоваться только те шрифты, которые уже были установлены в систему по умолчанию. Вы можете выбрать один из них. Или попробовать скачать бесплатные шрифты с интернета для того, чтобы попробовать их установить и использовать в иллюстрации. Когда вы просматриваете список шрифтов, вы можете навести курсор мыши на любой шрифт. И даже не нажимая на него, вы можете просмотреть сразу, как он выглядит в иллюстрации. Это очень удобное свойство, которое постоянно бывает нужно. Если вы уже знаете название шрифта, а я знаю название шрифта, которое хочу применить, вы можете вбить его название в поиски и не использовать этот список. Это на самом деле очень удобно, когда у вас очень много шрифтов и в списке сложно найти нужный. Мой шрифт называется «Эрхив». У этого шрифта есть некоторые особенности. А именно у него есть только прописные символы, то есть только большие буквы. И отсутствуют маленькие. Поэтому он будет выглядеть вот так, когда я его выберу. Когда вы скачиваете шрифты, обращайте внимание на то, какие именно глифы содержат шрифт. К примеру, у него может вообще не быть кириллицей, будет только латинец. Это очень частая проблема. Или у него могут быть только прописные, но нету маленьких строчных букв. Теперь, когда шрифт подобран, мне нужно его снова подвинуть к центру. Вот сюда. И осталось его только покрасить другой цвет. По сути, текст это точно такой же объект, как и все остальные. Поэтому он обладает такими же свойствами. Если сейчас я применю пипетку и заберу цвета монитора, то, соответственно, я получу точно такую же светло-серую заливку и обводку у текста. Но мне нужен одноцветный текст, только темно-серого цвета, цвета обводки. Поэтому обводку и основной цвет я поменяю местами, воспользовавшись вот этой иконкой. Swap Fill and Stroke. Теперь у меня есть нужного цвета заливка, а обводку я просто отключу. Это был последний штрих, и теперь иллюстрация полностью готова. Есть и текст, и все объекты, и все детали. Осталось ее только сохранить. Во-первых, я, конечно, сохраню исходник в формате .ai. Это я сделаю просто нажав Ctrl-S. И теперь в любой момент я могу этот исходник открыть и отредактировать все послойно. Но также мне нужна иллюстрация, которую я могу загрузить, к примеру, в социальную сеть. Поэтому я ее сохраню в формате .png. Проще всего это сделать, воспользовавшись меню File и нажав на Export и Export-S. Теперь я могу выбрать место, куда я сохраню иллюстрацию, а именно рабочий стол, и формат. Формат здесь, на самом деле, довольно разнообразный, но первый, который у нас есть, это .png. Собственно, сейчас на нем и остановимся. Иллюстрация уже названа. Названа она по имени исходника, поэтому менять название я также не буду. Единственное, что я изменю, это нажму на Use Artboard. Это означает, что сохранится только то, что находится внутри моей монтажной области. Теперь мне остается только нажать на Export и ввести настройки .png. На самом деле, вы можете их оставить такие, какие есть. Можете изменить Resolution на экраны 72 ppi, потому что 3 ppi – это скорее разрешение для печати. Нажмем ОК и получим нашу иллюстрацию в формате .png. Я могу ее показать в Finder. Вот она. 0.1 – это означает, что у нас есть первая монтажная область. Если бы у нас было несколько монтажных областей, то они сохранились бы под номерами Imagination 01, 02 и так далее. И на этом мы завершаем наш мини-курс вот на таком результате. Я надеюсь, что мини-курс был для вас полезен. И теперь вы как минимум знаете, нравится ли вам программа Doop Illustrator и хотите ли вы продолжать в ней работать. Конечно, мы изучили только самые основы работы с программой. Если вы обратите внимание на панель инструментов, то увидите, что те инструменты, которые мы изучили, это даже не 5% всех возможностей Doop Illustrator. Но все детали мы уже будем обсуждать в суперкурсе Doop Illustrator. Продолжение следует...